Знаете в чем дело? Всем очень бы хотелось, чтобы неделя, вот эта вот неделя, которая сейчас идет, в которую выходят видеоролики и прочие дела также происходят, чтобы в ней выходили только вот по тематическим вообще серверам, чтобы там только допустим или там по компьютерным или там по еще каким-то, но к сожалению такого не будет. Там уже у нас был по-моему и Абсолют Рулли Плей, по моим по крайней мере расчетам, он должен был там где-то быть со своими вот этими вот знаете ли баранами, а если быть точнее, то со своим вот этим вот мобильным клиентом. И сейчас у нас не менее такой знаете странный проект GTA Legacy, по-моему он еще даже не открыт и по-моему это даже не реклама, потому что реклама у нас тут только всегда одна, это Аризона, Рулли Плей и Феникс. И вы, я думаю, должны все это понимать, поэтому ну как бы вот сами вы все это прекраснейшим образом ну должны понимать и наверное вы все это и так понимаете, если вы как бы тут со мной и нигде больше. Получение удостоверения водителя на GTA Legacy. Вот опять-таки, Ромка Злобин, вот я тебя уже в каждом выпуске новостей своем ругаю, да подпишись ты уже на мой канал с колокольчиком, пожалуйста, нажми там ну хотя бы дизлайк под данный видеоролик. Напиши комментарий о том, что ой да ты вообще не правда, я вообще вот такой крутой, а ты вообще вот не такой, не сякой и вообще в жопу лазаю рукой. Ну вот что-то наподобие того. Понимаешь в чем дело? Получение удостоверения водителя, а не удостоверение водителя на GTA Legacy. Понимаете в чем дело? GTA Legacy в данном случае, я не знаю что это за сервер, я не знаю что это за проект, по-моему это там, я не знаю если честно. И понимаете в чем дело? Их тегнули, а значит что это рекламная публикация. И я вот сейчас сижу думаю, сколько все это может стоить? То есть в самом деле, там где они неграмотно пишут слова, сколько все это может стоить? Мне просто, мне не понятно, то есть я бы сам такое писал, то есть с удовольствием, да. Мне всего-то нужно было оказаться в нужном месте в нужное время. И знаете ли, сначала сделать самый популярный журнал по GTA Samp, назвав его Life Samp. Полное желтушное говно для конченых имбецилов, дебилов и додиков. А потом, разумеется, нужно было опять оказаться в нужное время, в нужном месте. И создать еще один журнал под названием Life Mobile. Это такое же точно говно, в котором будут просто покупать рекламу. И там будут только рекламные посты, в которых мы еще и будем ошибаться за деньги тех, кто заказывает всю эту рекламу. Вот ведь классно, вот ведь круто. И всем вообще на это поебать никто даже ничего не сказал. Почему? Непонятно абсолютно точно. Хотя мне понятно, потому что всем похуй. Samp доживает свои последние года, века, столетия и прочие вот эти вот года. И поэтому, типа, там максимально выжить прибыль. Хотя он и до этого все это выжимал. Ну, типа, ну, ладно. Иногда, понимаете ли, в чем дело, такое бывает. Но, ладно, ладно. Давайте вот уже поговорим немного, так знаете, по существу. Обсудим вообще, что нам тут показывает Life Mobile. То есть, с чего мы должны будем зайти? Вот, какие скриншоты нам вообще показывают? Вот мы сейчас это все посмотрим и должны будем на все это, наверное, зайти, перейти и так далее. Что нам показывают? Нам показывают машину, которая уже везде. Она, понимаете, вот эта вот премьера, по-моему, машина называется, я могу опять-таки ошибаться. Она везде. Она на каждом проекте, вот, где бы ты ни сдавал экзамен по вождению. Arizona RP, Samp RP, там, я не знаю, господи, Diamond RP, наверное, везде конченный премьер. Поставьте вы уже другую машину. Я вас умоляю. Ну, вот, другую. Я не понимаю, чуваки, блядь. Блядь, сука, я просто, я не знаю. Ой, сука, я, что же, блядь, поди, что же делать-то, сука, что же, я, 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 я просто не знаю. Ну, блядь, ну, ладно, похуй, практика. Хотя бы нарисовали новый такой, знаете, вот этот вот ярлык, значок, ну, и прочие вещи. Также нарисовали, круто, классно, спасибо большое. Мы все этого, разумеется, ждали. Давайте посмотрим второй скриншот. Ну, типа, выберите нужный тип лицензии. Тут у нас стандартное диалоговое окно, которое есть на каждом, не то чтобы даже GTA, сам сервере на компьютер, на каждом, да, сам сервере на телефон. И я уже рассказал о том, что BlackRush начала все это менять. Даже BlackRush. Ладно, давайте сделаем скидку на это, потому что даже BlackRush была с вот этими вот стандартными вещами. А у проекта, который еще даже не открылся, который тратит все деньги на рекламу в LiveMobile, у него, наверное, подавно нет денег для того, чтобы сделать все вот эти вот диалоговые окна в одном таком своем, знаете, оформлении. Какое у них, кстати, оформление? Давайте я перейду в группу ВКонтакте, посмотрим, что у них там есть. Оформление у них, как вы понимаете, такое вот бирюзовый оттенок, ли это голубой? Я, если честно, не знаю, бирюзовый он более такой, это скорее всего голубой. Может быть, я дальтоник, не знаю, поругайте меня в комментариях. И вот. То есть сервер уже, кстати, запустился, как вы можете понять, 23 января он, то есть, уже был запущен. На нем там есть 2000 подписчиков. Из этих 2000 подписчиков 10 человек из моего списка друзей, они, видимо, подписаны. Все это, видимо, ждут, ожидают, играют и делают прочие вещи. Скорее всего, я не знаю, утверждать тут я не могу. И мы сейчас сидим и просто смотрим на то, как вот нам продали рекламу. И я вот эту вот самую рекламу на своем YouTube-канале обсудил. Ой, бля. Arizona, Roliply Phoenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи находятся в описании. Там же в описании находится ссылочка на мой телекрам-канал. Заходите, подписывайтесь на этот видеоролик, ставьте либо лайки, либо дизлайки. Мне, если честно, похуй. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова